Привет, сегодня я расскажу о новом iPad 10. Мы посмотрим, что Apple в этот раз смастерили, чем он хуже или лучше других iPad'ов за почти те же деньги, и так ли он плох, как многие говорят. Вы на канале Технодеус, погнали разбираться. Никакой долгой распаковки в видео не будет, как минимум потому что я уже распаковал этот iPad в одном из шортсов на нашем канале, можете посмотреть, если интересно. Скажу лишь, что я был приятно удивлен проводу Type-C на Type-C. И, наконец-то, в базовом iPad'е не латнет. Кстати, провод очень короткий, зато плетеный, прослужит долго. И также в комплекте лежал еще и блок питания. Везде, кроме iPhone'ов, Apple продолжает их класть, даже как-то странно. И первое, что бросается в глаза после распаковки, это цвет. Всего существует 4 цвета, обычный серебристый, желтый, розовый и синий. У меня как раз синий, смотрится просто офигенно. Розовый это на любителя, желтый цвет еще хуже, в этом цвете я бы точно не хотел себе iPad, но может кому-то и зайдет. В целом, задизайн на iPad 10 круто. Если сравнивать с девятым поколением, выглядит прям современно. Экран стал больше за счет того, что убрали две огромные рамки по бокам. На одной из которых была кнопка Home, которой теперь тоже нет. Грани теперь прямые, как у айфонов, начиная с 12-го. Короче, в плане дизайна претензий нет, он теперь такой же приятный, как у Air, ProShot и Mini. Разве что рамки большеватые, но, блин, это все равно в разы лучше, чем то, что было в iPad 9. Но вы спросите, как тогда его разблокировать без кнопки Home, может тут и Face ID появилось? К сожалению, за эти деньги Face ID нам никто не поставит, его даже в Air нет. Тут стоит старый добрый датчик отпечатков, встроенный в кнопку включения. И я совру, если скажу, что это плохое решение. Как по мне, очень удобно, срабатывает быстро, почти не ошибается, прям кайф. Хотя Face ID все равно лучше. И вот мы разблокировали iPad, смотрим в экран и продолжаем кайфовать, ведь тут стоит практически такой же экран, как и в Air. Также нет 120 Гц, и это не беда, у меня и на айфоне их нет. Зато цвета офигенные, с плотностью пикселей тоже все в порядке, экран очень четкий. Яркости тоже достаточно, по крайней мере в помещении. Сомневаюсь, что вы будете пользоваться этим iPad на улице при ярком солнце. Но есть один косяк у этого экрана, который достался ему по наследству от iPad 9-го поколения. А именно, воздушная прослойка между стеклом и матрицей. Многие говорят, что это прям огромный минус, смотрится дешево, пользоваться неприятно и вся фигня. Но со своей колокольней хочу сказать, что я этого вообще не замечаю. Да и я уверен, если вы начнете пользоваться этим iPad, тоже через пару минут привыкнете, и вам это не будет мешать. Но все равно ничего хорошего в этой воздушной прослойке нет. Тем более, вряд ли Apple хоть что-то на ней экономит, просто им надо было искусственно сделать этот iPad хуже других в линейке. Но что на первый взгляд в нем так же круто, как и у остальных iPad, это разъем Type-C. Но не спешите радоваться, ведь разъем медленный. Он только выглядит как быстрый Type-C, на деле же это самый обычный USB 2.0. Немного неприятно, но я лично не собирался терабайты видосов перекидывать с этого планшета куда-то. Думаю, как и 99% всех потенциальных покупателей. Вот в iPhone медленный разъем это да, проблема, тут как-то все равно. И насчет разъемов, чего я действительно не понял, это почему в iPad 10 нет разъема для наушников. Он позиционируется как бюджетный iPad. У многих людей, для кого он предназначен, может не быть под рукой AirPods'ов или даже каких-нибудь китайских беспроводных ушей. Мой малыший брат, например, постоянно вставляет в свой iPad 9 проводные уши. И, кстати, даже не потому, что у него нет беспроводных, а потому, что он играет с друзьями, снимает там всякие видосы и ему нужен нормальный микрофон в наушниках. Этого ни одни беспроводные уши дать не смогут. Я уже молчу про задержку звука при монтаже, например. Короче, все это очень странно. Я даже когда показал брату этот iPad, то он сказал, мол, ло, прикольно, нет рамок, но без разъема для наушников он мне не нужен. И я его прекрасно понимаю. Хотя лично у меня вообще не было желания подключить наушники, поскольку тут стоят хорошие стереодинамики. Но что делать тем, для кого этот разъем жизненно необходим? Вы скажете, что можно купить переходник, но, блин, мне правда нужно объяснять, почему это неудобно? Тем более, переходник вам понадобится не только для наушников, а еще и для того, чтобы заряжать Apple Pencil первого поколения. Да, поддержки Pencil второго поколения тут нет. В iPad 9 вы могли вставить Pencil в разъем для зарядки и таким образом его заряжать. Конечно, не суперудобно, но, блин, в iPad 10 все еще хуже, потому что, напомню, тут не Lightning уже. Для зарядки первого Pencil обязательно нужен переходник. Полный бред. Для рисования точно лучше купить Air, там и второй Pencil вы сможете к нему прикупить, и многих других недостатков iPad 10 там тоже нет. Но придется немного доплатить. И насчет аксессуаров. Также показали новую клавиатуру специально для 10-го поколения. Выглядит очень классно, есть функциональные клавиши, трекпад. Правда, стоит как половина iPad, не знаю, кто ее будет покупать. Короче, раз рисовать на этом iPad не лучшая идея, может для игр он подходит? Ответ? Да. Пусть тут стоит и не самый топовый процессор, а 14-й, которым также оснащен iPhone 12, например, но он до сих пор тянет все. Я поиграл несколько игрушек, даже в санкционные GTA и Minecraft, и все летает. Я не скромничал, ставил везде самые высокие настройки, и ни в одной игре, кроме Genshin Impact, фрезов не заметил. В Call D FPS высокий, в Stand-Off все очень плавно, в PUBG можно тоже с кайфом поиграть на ультрах. Даже в Genshin Impact FPS в целом высокий, но время от времени появляются небольшие фрезы. Мне они не мешали, тем более можно чуть снизить настройки, и они пропадут. Но просто знайте, что в Genshin iPad уже дал слабину. И, кстати, хочу отметить, что играть на таком большом экране очень приятно. Если вы до сих пор считаете, что играть на сенсоре неудобно, попробуйте сыграть на iPad, я уверен, измените мнение. Но насколько долго у вас получится играть, да и вообще все, что угодно на нем делать? По моим ощущениям, заряд держит прям долго. Мне емкости аккумулятора за глаза хватает, и на то, чтобы посмотреть ютубщик во время завтрака. Кстати, для этих целей iPad просто лучшее устройство. MacBook даже Air слишком громоздкий, лень его на кухню тащить, а у iPhone слишком маленький экранчик. Также в течение дня вы на нем успеете и поиграть, и помонтировать TikTok, и попечатать сценарии к видосам-заметках. И только вечером вам придется его зарядить. Короче, к автономности у меня нет вопросов, реально редко его заряжаю. И хочу вам еще рассказать про камеры. Они тут чисто для галочки, никакой разницы по сравнению с предыдущим поколением я не заметил. У задней камеры какой-то лютый кроп, очень маленький угол обзора. Качество при идеальном уличном освещении еще терпимое, но дома все превращается в кашу. Про видео, думаю, даже говорить не стоит, даже стабилизацию не завезли. Зато звук в видео хороший, микрофон прям отличный, за это респект. Фронталка тоже для галочки, для видеозвонков ее, конечно, хватит, но я не удивлюсь, если у iPhone 4 фронталка была лучше. Кстати, впервые поменялось ее расположение, теперь она сверху, а не сбоку. Опять же, для видеозвонков самое то. Думаю, все используют iPad чаще всего в горизонтальном положении. И какой толк от фронталки, если ты постоянно перекрываешь ее рукой? Еще и ракурс был дебильный снизу, а тут это исправили. Что в итоге хочу сказать, это не такое плохое устройство, как многие говорят. Да, тут немало странных искусственно созданных ограничений, но если вы не собираетесь на iPad работать, на них можно закрыть глаза. Это реально классный планшет для YouTube, игр, просмотра фильмов, где мы к дороге, чтение книг и так далее. Короче, для потребления контента. Если вы не будете на нем что-то серьезное монтировать или рисовать, то это лучший выбор, чем iPad 9, как минимум из-за дизайна. И лучший выбор, чем Air из-за цены. Друзья, несмотря на то, понравился ли вам iPad 10 или нет, купить его и любой другой гаджет можно в магазине Technodeus по отличным ценам. Доставка по всей России и гарантия на все купленные устройства в течение года. Заходите и радуйте себя новыми гаджетами по ссылке в описании. Обязательно поставьте лайкос и подпишитесь на наш канал Technodeus.